Всем здорова, я провел 50 дней с Huawei P20 и P20 Pro и сейчас расскажу вам о них всё. За это время смартфоны P20 успели обзавестись различными наградами и званиями, вроде смартфона года, и скажу, что во многом звания оправданы. Кстати, в нашей группе ВКонтакте я отобрал самые интересные вопросы по данным аппаратам, и по ходу дела буду отвечать и на них. Если я не называю модель, то есть P20 это или P20 Pro, то это общие моменты, которые подходят к обеим моделям. Но какие-то особенности я буду указывать отдельно. Внешний вид смартфонов на картинке вызывал сомнения, всё же тут есть айфоновская чёлка, но на деле оказалось всё намного лучше. Чёлку можно спрятать, а его особая расцветка Twilight в жизни смотрится просто космически, и аппарат не ощущается как копия айфон. Кроме того, в чёлку умудрились вместить разговорный динамик, камеру, индикатор событий и датчики. Huawei P20 Pro можно купить от 47 до 58 тысяч рублей, ну и давайте посмотрим, что можно купить за эту же цену. Заходим для этого на сервис сравнения цен e-каталог, вбиваем необходимую сумму, и видим, что за эту же цену можно купить iPhone X, Galaxy S9+, Galaxy Note 8, Pixel 2 XL и даже OnePlus 6. Они все флагманы, все безусловно хорошего качества, это отличные смартфоны, но у P20 Pro есть два больших плюса. Во-первых, это охрененная камера, лучшая в мире, ну и во-вторых, аккумуляторная батарея. P20 Pro можно назвать самым автономным из современных флагманов. Сейчас в моде использовать стекло, и Huawei тоже следует этим трендам. Стеклянный корпус приучает аккуратно пользоваться смартфоном, но, как вы знаете, я рукожоп, который разбил 10-й iPhone, и P20 Pro тоже не смог избежать этой участи. Однако, тут случился небольшой казус. Аппарат упал на верхнюю грань, и на рамке даже осталась небольшая вмятина, но трещина прошлась по нижней грани. Это как вообще? Несмотря на то, что флагманы многих производителей сейчас получают защиту от воды, пыли, у смартфонов Huawei также есть эта опция, но конкретно здесь она присутствует только в прошке. Причем уровень защиты IP67 предполагает лишь кратковременное погружение на глубину до 1 метра, и то, как правило, сервисные центры не рекомендуют даже этого. Так что дождя не бойтесь, но в бассейне будьте аккуратнее. Huawei наконец-то удалось сделать то, что мне нравится. Эргономика, цвета, сборка, все на высочайшем уровне исполнения. В Huawei P20 Pro установлена AMOLED матрица, а в обычной версии IPS обе с разрешением Full HD+. Разница не особо заметна, если не пользоваться двумя смартфонами одновременно, и только взяв их в руки, можно понять, черный цвет IPS матрицы не такой глубокий, как на AMOLED, и из-за этого челка на P20 более заметна, чем на прошке. Кроме того, цвета на прошке намного насыщеннее, а у P20 присутствуют более холодные оттенки. В целом, обе матрицы плюс-минус одинаковые, не могу сказать, что они лучшие на рынке, у Samsung все-таки дисплеи гораздо получше, но они где-то на уровне OnePlus 6 и подобных девайсов. Встроенной памяти у обоих аппаратов 128 гигов, у младшей 4 гига оперативки, у старшей 6. Память нерасширяемая, в лоток для сим-карт помещаются только две симки без флешки, но на мой взгляд сейчас 128 гигов хватит всем. Оба смартфона оборудованы последней разработкой компании, процессором Kirin 970, в его структуру входят ядра с машинным обучением, и производительность его примерно на уровне Snapdragon 835. Но не стоит забывать про оптимизацию, так как процессор произведен самой компанией, то и заточен он под работу только со смартфонами компании, то есть всякие игрушки, тяжелые программы работают без проблем. Huawei наконец-то удалось победить нагрев. Процессор при повседневном использовании абсолютно холодный, в бенчмарках, в играх и прочих тестах он не греется вообще. Мне удалось добиться только нагрева в 40-43 градуса на батарее в стресс-тесте, и при этом производительность не проседает, троттлинга нет. В любом случае чип специфический, и на все сценарии использования его не проверить, но можно быть уверенным, что при повседневном использовании все будет работать отлично. В старшей модели установлена батарея на 4000 мАч, в младшей 3400. На бумаге различия не столь существенные, но на деле автономность значительно отличается. Если к вечеру P20 уже требует подзарядки, то P20 Pro спокойно доживает до ночи. Камеры. Вот тут мы и перешли к самой основной изюминке смартфонов. Здесь Huawei на несколько шагов дальше конкурентов. Они на полную используют как возможности искусственного интеллекта, так и аппаратно поставили очень крутые матрицы, ну и софтом шлифанули как надо вообще. Камеру P20 Pro называют лучшей. Я с этим согласен. Тут даже есть искусственный интеллект, для чего он нужен в смартфоне. На данный момент он автоматически размывает фон, подбирает режимы съемки. Не всегда выходит идеально, к примеру ночью может не включиться ночной режим, или режим зелень может вытянуть цвета до супер ядовитых оттенков, но в большинстве случаев получаются очень крутые фотографии. Особенно хорошо отрабатывает режим ночь, он божественен. Смартфон автоматически определяет, держите ли вы его в руках, и на основании этих данных выставляет выдержку. Если вы поставите его на штатив, то он выставит около 5-7 секунд, ну а с трясущихся рук 3-4 секунды. Потом искусственным интеллектом все это дело обрабатывает, получает один охренетительнейший снимок, в котором помещаются все детали из светлых и темных участков. В общем, Huawei P20 Pro это бог ночи. Единственное, чего я не понял для себя, так это наличие третьего глаза в прошке. Это черно-белый модуль, но его работу особо я не замечаю. Можно сделать обычную фотографию и перевести ее в ЧБ. Я не говорю, что разницы нет, просто она не очевидна. А вот трехкратный оптический и пятикратный гибридный зум меня впечатлили. Можно увеличить фотку и в 10 раз, но тогда особой детализации не ждите. Но зум здесь, конечно, прикольный. Есть также режим профи для детальной настройки фотографий, но и на автомате Huawei прет как танк. Если сравнивать его с 10-м айфоном или с Galaxy S8 или S9, то по фото возможностям Huawei порвет их всех в клочья. Но вот по видео, к сожалению, нет. Айфон все-таки видео пишет получше. Да, в Huawei есть супер слоумо, и оно реализовано гораздо лучше, чем в Galaxy S9+, но этого мало. В Huawei нет стабилизации при записи 4К, нет 4К 60 фпс и непонятно почему. Очевидно, что Huawei на данный момент лучший фотофлагман, но по видео возможностям он просто флагман. Всем здорова! Наконец-то я приехал в Киев на видеожару. Видеожара стартует завтра. Это, кстати, Стас. Мы наконец-то с ним познакомились вживую. Это мой копирайтер. Мы с ним работаем больше двух лет и наконец-то встретились вживую. Оба смартфона работают на восьмом андроиде. Установлена оболочка Emotion UI. И это главный и единственный серьезный минус смартфона. Внешний вид оболочки выглядит как-то по-детски, что ли. Если большинство приложений придерживаются единого стиля, то, к примеру, зайдя в приложение сообщения, вы увидите тот самый материал дизайн из чистого андроида. И это выглядит так, будто собрали монстра Франкенштейна из всего, что попалось под рукой. Компанию, конечно, понять можно. Устройств много, программистов мало. Но это флагманская модель. Здесь же можно было постараться. В повседневном использовании прошивка показалась мне достаточно медленной, но видна проделанная работа. С апдейтами становится меньше проблем. При первых прошивках Инстаграм мог зависнуть и подвесить всю систему. Мне даже пришлось пересесть с Uber на Яндекс.Такси, потому что Uber попросту перестал грузиться. Он не работал здесь на смартфоне. И эта хрень знатно попортила мне нервы. Приехал в Киев, а там Яндекс.Такси не работает. Заблокированы все сервисы. А Uber на моем смартфоне не запускается. Как по городу кататься? И все это из-за вот такой отвратительной прошивки. Конечно, приходят со временем апдейты, и система становится стабильнее. Но до уровня OnePlus Huawei очень далеко. На мой взгляд, у Huawei получилось сделать по-настоящему крутое устройство. P20 Pro мой любимчик. У него идеальный корпус, дисплей, лучшая в мире камера. Реально производитель старался его делать. И это хорошо, поскольку единственное, над чем нужно им поработать в следующих своих смартфонах, это прошивка. Huawei сейчас послушают отзывы, возможно прислушиваются ко мне, и сделают свои смартфоны лучшими в мире. Пока же у них только лучшая камера. Итог. Разница между P20 и P20 Pro в цене существенна. На деле же прошка не всем будет нужна. Если вы ищете бескомпромиссный вариант во всех смыслах этого слова, и вы не испытываете финансовых проблем, то берите прошку. Она, несомненно, лучше фотографирует, немного лучше живет от одного заряда, есть влагозащита, и она тупо приятнее и красивее. Если же вам нужен лучший мобильный фотоаппарат, приятный дизайн, и вы не хотите тратиться на прошку, то берите P20, он тоже очень крут. Но лично я купил бы прошку, конечно же. Да, мне понравились смартфоны P20, но заслуживают ли они звания лучших? Я считаю, что это должен решить каждый сам для себя. Много недочетов. Мне приятнее чистый андроид, и для меня прошивка это половина смартфона. Если он будет зависать, или приложения, которыми я привык пользоваться, перестанут запускаться, я, конечно, не выкину смартфон на мусорку, но мне будет очень неприятно им пользоваться. Для меня идеальный смартфон это Huawei P20 Pro, но с прошивкой от OnePlus. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какой смартфон вы считаете самым крутым. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, так вы не пропустите ни одного видео. Ну и, конечно, в Telegram наш, вступайте в группу ВКонтакте, в Инстаграмчик мы и подписывайтесь. До скорой встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok